Раненого правоохранителя доставили в Национальный центр хирургии в минувшее воскресенье около 10 вечера. Экстренно была проведена операция. По словам врачей, пострадавшему милиционеру повезло. Три ножевых ранения, которые нанес ему сослуживец, были непроникающими. Произошел же конфликт, окончившийся по ножовщиной после воскресного отдыха на Комсомольском озере. Состояние алкогольного опьянения, буйное было, конечно, принимали дежурные врачи и сразу оперировали фухораны. Множественное ранение грудной клетки слева. Сейчас находится у нас, но состояние сейчас нормально. Контрольный рентген сделали, подтвердился, не проникает. Сейчас получают лечение. Именно состояние сильного алкогольного опьянения, по словам медиков, спасло милиционера от болевого шока. Родственники же уверяют, что драка носила массовый характер и в ней участвовали около пяти-шести правоохранителей. Впрочем, в МВД эту информацию опровергают. Говорят лишь о двоих. Причем словесная перепалка между ними началась еще по дороге к общежитию, расположенному по улице Аральская. Когда же мужчины достигли пункта назначения и вышли из машины, произошла драка. Один оказался в больнице, другой в ИВС. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Также для дачи юридической оценки материалы передали в городскую прокуратуру. На данный момент сотрудники не отстранены от службы, то есть они не уволены в связи с тем, что проводится служебное расследование службы собственной безопасности, по окончанию которого мы будем говорить о степени вины каждого из участников инцидента. И, соответственно, по заключению служебной проверки, служебного расследования, кто-то будет отстранен, какие-то сотрудники будут дисциплинарно наказаны. Эксперты считают, что сегодня не проводится должная воспитательная работа в отношении личного состава. Напомним, что подобный случай далеко не единственный. Схожая ситуация имела место в мае прошлого года. Сотрудники Ленинского УВД точно так же на выходных выехали на природу. Что-то не поделили, в результате один другого пырнул ножом.